Вы меня послушаете, вы почему так вычислили? Я выселила, пишите, что я выселяю. Я вас сейчас выселяю? Да, выселяю. Я вас сейчас ознакомлю, вы просто. Вы меня выселили уже, все. Я вас просто ознакомлю. Вы уже это доброе, это здоровье, вы поселяете. Выселяете. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Эта поговорка уместна только тогда, когда риск оправдан. А если закладывать квартиру за пару миллионов под 15% ежемесячных, а это примерно 300 тысяч рублей за 30 дней, то можно смело махать платочком на прощание и, утирая слезы, собирать вещички. Однако не все так просто. А заемщица уверена, что стала жертвой мошенников. И, по ее мнению, в схеме замешаны и приставы, и ростовщики, и даже новый владелец квартиры. Судебный пристав прекрасно знает, что у нас еще судебный процесс не прошел до конца. Идет оспаривание торгов. Там столько нюансов, много. Еще будет оспаривание займ, который я брала лично с женщинами, с тремя женщинами брала. И поэтому я чувствую, что тут призяты отношения пристава. Очень интересно у нее. Охотница за мной. Первый раз везде про Сарапяна? Человек первый раз пришел, призят, отношение все торги прошли с нарушениями. А вот, собственно, и сам новый владелец квартиры. И все документы при себе, и все вроде в порядке. Только вот заселиться он решил раньше времени. Я увидел в Росимущество на торгах этой квартиры интернет. Я пришел на торги, поучаствовал, выиграл на торгах эту квартиру. Вот и все. После чего получил свидетельство на право собственности. Пришел заехать, ну, жить как бы в эту квартиру. А они вызвали полицию. Начали обзываться, оскорблять. Я человеку не буду поддаваться на данную провокацию. Разберемся. Ситуация интересная, если верить Галине Алтаевой. На кону, как-никак, трешка на проспекте строителей. Управление службы судебных приставов в действиях своего сотрудника уверены и производство хотя бы на время, но приостановить можно. Мы рекомендуем обратиться в суд с заявлением о приостановлении исполнительного производства. При поступлении суда заявления о приостановлении, какие-либо исполнительные действия по данным исполнительным производством будут приостановлены до устранения обстоятельств, которые препятствовали приостановлению. Нами подано заявление о приостановлении исполнительного производства по выселению Алтаевой Галины Бадмаевны и Самбуевой Марины Михайловны. И думаю, в связи с этим должно быть исполнительное производство. Мы просим приостановить исполнительное производство в связи с тем, что подано исковое заявление о признании торгов недействительными. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Так или иначе, заложить квартиру при таких условиях отважится не каждый, тем более, когда речь заходит о каком-то инвестиционном проекте, на который требуется внушительная сумма. Бояр Цедыпов Александр Иванчиков и Александр Хомоганов. Первая альтернативная.